Международный день танго Можете сказать, как у нас в Рязани развивается это направление танца, и много ли у нас школ, и чем занимаетесь вы? В Рязани аргентинское танго существует уже более трех с половиной лет. У нас есть несколько школ, и школы, которые имеют свои поднаправления, в том числе аргентинское танго, развиваются пока не очень быстро, наверное, не так стремительно, как хотелось бы, не так стремительно, например, как в наших столицах, культурной столице Петербурга и в Москве, официальной столице России. Но мы не унываем, у нас очень много почитателей, и с каждым годом все больше и больше людей приходит в аргентинское танго. На 11 декабря обычно намечаются открытые уроки, семинары. Мелонги – это вечер аргентинского танго, где проходит такое не очень официальное общение, где можно пригласить любого человека и потанцевать. А вот в чем особенность танца? У каждого танца есть свои особенности. Что он выражает? Может быть, это страсть, борьба? Что это? Аргентинское танго у каждого – это про свое. Кто-то танцует любовь, кто-то танцует страсть, кто-то танцует разлуку, кто-то танцует смерть. Все у всех свое. Однако аргентинское танго имеет одну особенность. Если все остальные танцы – это равное партнерство, по большому счету, то аргентинское танго – это однозначно лидирующая роль мужчины. Это так, как должно было бы быть в нашем обществе. И абсолютно спокойная роль женщины. И как вот сейчас наши те же рязанки, рязанцы реагируют, когда приходят впервые, может быть, к вам на занятия? Тяжело ли мужчинам вести женщину? Легко ли женщинам поддаваться? Мужчинам проще, потому что мужчина все равно по жизни лидер, как правило. И он старается, и он хочет быть лидером и вести. И вот дамам, девушкам, причем любого абсолютного возраста, немного сложнее, потому что мы привыкли быть самостоятельными в нашем современном мире, в нашем таком достаточно обществе, не грубом, конечно, но где, в принципе, не смотрят на пол, половую принадлежность. Поэтому девушкам приходится 3-4 занятия, честно, просто пытаться расслабиться и научиться слушать. Ну а потом, может быть, это даже помогает в жизни. Вот вы замечали, что мужчина становится более мужественной, ответственной. Нет такого? Да, однозначно. Более того, например, в наших каких-то там компаниях, когда мы встречаемся, можно со стороны увидеть, как к мужчине стали тянуться женщины, потому что они чувствуют в нем именно мужскую силу, мужской стержень. Как девушка стала более женственной, более элегантной, более нежной. Некоторые даже меняют гардероб, потому что танго предполагает, что женщина – это все-таки в юбочках, в платьях, нежное создание. И правда, очень многие переходят с джинсов, да, с наших обычных брюк, офисной одежды на более романтичные, нежные наряды. Здорово. Скажите немного тогда об истории, может быть, этого танца, где он зародился, при каких обстоятельствах? История танго начинается где-то в конце 19 века из самого главного города, как считают Буэнос-Айреса. Так как женщин было в то время очень мало в Аргентине, мужчинам приходилось тренироваться друг с другом, чтобы получить ту необходимую технику и сноровку, чтобы женщина выбрала именно этого мужчину. Это одна из легенд, но мы любим ее придерживаться, это интересная легенда, приятно, когда за женщину борются даже такими средствами, тем более такими средствами красивыми. Позже танго переехало в Париж, а вот уже в Париже оно получило свою популярность и разошлось по миру. Чуть позже Астроп Яцола повлиял на музыкальное танго, включив туда новые инструменты. И в Париже начали придумывать стиль танго-нуэва. Более открытые элементы, можно разрывать объятия. В танго существует близкое объятие, когда партнеры чувствуют друг друга абсолютно всем телом. И открытое объятие, когда партнерша кладет ручку на предплечье мужчины, так, чтобы было расстояние между партнерами. Вот в танго-нуэва существует очень много фигур красивых, ножки работают у партнерши, чуть выше колено взлетают. И можно разрывать объятия, отпускать партнерш. Ну, игра такая, да? Да. А вот сам праздник именно 11 декабря, он когда, точнее, даже почему был основан, почему его решили ввести? Международный день танго празднуется 11 декабря в день рождения Карлса Гардели. Это певец аргентинский, его очень почитают на родине. И считается, что именно этот человек внес особый вклад в развитие танго, и танго-танца, и танго-песни, потому что он имеет огромное количество в своем творческом наследии песен. И у него было очень много мировых турне, и поэтому танго любят именно чаще всего в исполнении Карлса Гарделя. И в многих кинофильмах поется именно его музыка, и его голос мы слышим, например, в запахе женщины, да, Пурна Кабеса, самое известное его произведение. Татьяна, скажите, вот вы тоже наверняка не только преподаете, но и танцуете. Вот где вы выступали последний раз, и как у нас рязанцы наши ездят куда-то на соревнования? Мы обычно предпочитаем мелонги, это все-таки такие неофициальные вечера танцевальные. Соревнования по танго существуют. В Рязани мы пока не проводим никаких конкурсов, в Москве их очень много. Я лично выступала на чемпионате России в прошлом году, достаточно успешно в финале. У нас очень много фестивальных таких занятий проводится, в разных городах проводят очень много. В Санкт-Петербурге у нас фестиваль «Белых ночей», танго «Белых ночей». Ну вот наши рязанцы где-нибудь выигрывали, может быть, что-то? Было уже за эти 3-4 года? У нас пока еще не настолько развита танго. Мы пока все-таки танго воспринимаем как более социальный танец и танцуем больше для себя. Потому что танго можно рассматривать как спортивные, да, такие достижения, то есть где люди стремятся попасть сначала на чемпионат России, потом на чемпионат мира. Он называется «Мундиаль», проходит в Аргентине, в Буэнос-Айресе. А большая часть людей все-таки приходит в танго именно для того, чтобы получить эмоции, удовольствие и пообщаться. Может быть, невербально пообщаться в танце, может быть, пообщаться чисто в беседе. И поэтому пока в Рязани это все-таки уровень танго социального. Скажите, кто же тогда приходит к вам? Это дети, взрослые или люди в возрасте вообще? Какие группы у вас есть? У нас возраст не ограничен. К нам приходят, начиная со студенчества и, в общем-то, не заканчивая. У нас нет возрастного верхнего порога. Потому что для танго, говорят, внутренне нужно созреть. Чтобы созреть, это должен быть опыт. Очень многие молодые люди приходят для того, чтобы именно через танго приобрести умение общаться друг с другом, умение быть в социуме. А вот взрослые пары приходят уже со своим наследием, со своим опытом. И на них очень интересно смотреть, потому что в танце очень видно, что они выражают. Ну, мужчина уже мужчина, получается, женщина уже женщина. Да, и большая часть людей после 40 лет приходят в танго, причем не обязательно в танго, но вот у нас в танго очень много таких людей. Мне кажется, что это связано с нашим кризисом в стране, потому что люди очень устали от грустных новостей, от бесконечной гонки экономической, от непонятных соревнований между странами. И люди хотят вдохнуть. Вдохнуть и почувствовать жизнь с другой стороны. Эмоции, нежность, страсть. Просто выплеснуть то, что накипело давно уже, а словами, например, кто-то не может. И поэтому действительно публика наша возрастная все-таки имеет старшее большее поколение. Студентам, наверное, пока проще. А самые маленькие детки могут пойти в 4-5 годиков? Пойти могут. Я вот знаю, что в Москве существуют даже соревнования для таких деток. Вопрос в том, что все равно, наверное, это будут более искусственные эмоции, взращенные кем-то из взрослых, из преподавателей. Но это будет не совсем от души, не совсем искренне, скажем так. Но такие группы есть. Во всяком случае, в Москве, да, у нас пока нет. Но все же танго – это взрослый танец, да? Танго – это танец трагедии, танец любовь, танец страсти. Поэтому, да, это все-таки взрослый танец. Сколько занятий длится вот так вот? Занятия длится обычно 2 часа. У нас есть разные типы занятий. Есть групповые занятия, где мы проходим новый материал. Есть практики, где люди друг с другом договариваются, приходят и отрабатывают какие-то моменты, где педагог на модерируемой практике может что-то подсказать, именно ошибки. Есть индивидуальные уроки, есть уроки техники – мужской и женской. То есть отдельные секреты женские и отдельные хитрости для мужчин, как правильно управлять женщиной. Спасибо, поздравляю вас еще раз с праздником. Спасибо большое. Пусть процветает это направление у нас в городе. Спасибо большое. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин